Мы отправились в деревню Шестаева. Она находится в 28 километрах от города Довлеканово. Дорога не асфальтирована, но проехать можно. После мы поворачиваем с трассы в сторону деревни и проезжаем только 100 метров. Дальше наш автомобиль просто не смог проехать, и до населенного пункта мы добирались уже пешком. Мы идем по главной дороге деревни Шестаева Довлекановского района. Чтобы перейти из одного дома в другой, жителям в буквальном смысле слова приходится месить грязь. А по документам здесь уже три года лежит насыпная дорога с щебневым покрытием. Однако вместо щебня здесь только глина. Здесь три года назад начали засыпать внутрь поселковую дорогу. Все обрадовались, думали, все хорошо будет. Выиграла какая-то компания 16 регион Татарстан, что интересно. Начали отсыпать, мы с ними, жители, начали возмущаться. Потому что щебня в основном не было тут. На территории сельского поселения имеются залежи щебня в огромных количествах. В деревне нет ни школы, ни детского сада, ни больницы. Все это в соседнем поселении. Сельчане признаются, что порой для того, чтобы отвезти ребенка в школу, приходится надевать высокие резиновые сапоги и до трассы, где ждет школьный автобус, нести его на руках. Грязи много, детям самостоятельно не пройти. Но что самое страшное, в деревню не всегда может проехать даже скорая помощь. Ну, внук заболел, я говорю, уже плакала. Ну, нельзя было никак вывезти его. Потом уже что, на лошади просили вот сюда, довезли. Здесь уже подъехала другая большая машина, вот взяли. А тут что делать? А скорая помощь где? Скорой помощи не было. Они не проедут. Мы уже сами себя научились делать уколы здесь. Примочки лечимся как можем. Бегаешь на улице? Да. Игрушки? Могу разу грязь падал? Да. Но это не единственная проблема жителей. Ночью прогулка в деревне превращается в настоящий квест. Ведь, ко всему прочему, в селе нет внешнего освещения. Это единственный фонарь. Это у нас горит у Сафиных, у дедушки. И то он его сам подключил за свой счет. Вот он к своему счетчику подключенный у него. Дедушке уже 80-й год. Может быть, со следующей недели фонари здесь будут обязательно. Они запланированы, деньги на это выложили. Деньги есть, просто они еще не поступили. Письмо главе республики Рустое Мухаммитову, письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, множество обращений во всевозможные инстанции. Все, что получают жители, это обещание от администрации Давликановского района исправить ситуацию. К ним мы и обратились с вопросом, как все это произошло и куда ушли выделенные миллионы. Недоброкачественный исполнитель получается, поэтому с подрядчиком контракт расторгнут, и ему не заплатили. Получается, какая-то часть денег была не заплачена, значит она осталась. То есть на эту часть можно что-то отремонтировать? Нет, та часть, которая осталась, она уже конкретно объявляется на торги, и уже другая часть дороги как бы ремонтируется. Поэтому уже прошел тот процесс. Это было в 2013 году, да? А на дворе у нас сейчас 16 год. Администрация пообещала нашей редакции, что сейчас начнется беседа с провинившимся подрядчиком, и на него будут подавать в суд. Возникает вопрос, почему в суд подают только сейчас, спустя три года? А вот на шестая конкретно какая-то сумма выделена? На шестая конкретно вот это 100 тысяч пока, да. 100 тысяч, да? Да. Единственное, что я могу сказать, буду исправлять, естественно, как это будет выглядеть, я не знаю, средств в бюджете на это пока нет. Но будем искать, может быть, спонсоров, я не знаю, но исправлять будем обязательно. После всех обращений жителей, единственное, что сделали власти района, это насыпали щебня на повороте от трассы в сторону деревни. Всего на расстоянии около 100 метров. Алсу Хафизова, Ильдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ.